всем всем огромный привет сразу хочу извиниться за то что я потерялась потерялась я надолго больше чем неделя я болела еще наверно слышно отголоски в голосе голос у меня еще но он у меня уже вернулся но пока еще немножко такой осипший потому что весь от кашляный но весна своим чередом идет прихватывая многих болезнями огромнейшее хочу сказать спасибо всем девочкам кто мне писал в личку кто меня потерял это так приятно что то что пропало стало заметно и вот последние два дня буквально девчонки меня укрепили что пора света снимать хватит болеть потому что девчонки скучают некоторые это очень приятно спасибо девочки большое я тоже соскучилась на самом деле ручонки чесались голоса не было ручки чесались и хотелось что-нибудь показать рассказать поболтать я решила сейчас наверное не в одной части а в двух хочу разобрать свои помады и блески у меня их огромное количество что-то было подарено что-то куплено мной есть то что но уже достаточно старенькое пора избавиться есть то что я купила ошибочно то есть мне в каталоге показалось или в магазине показался цвет который мне подойдет но в итоге не подошло и я хочу разобрать всю эту кучку чтобы у меня осталось но конечно у меня останется больше чем мне необходимо в любом случае но тем не менее я хочу от чего-то избавиться по крайней мере то что захламляет эту вот этот контейнер я приготовила уже три контейнера посмотрим сколько моя жадина которая внутри меня позволит мне избавиться от скольких ну вот по крайней мере один контейнер будет под помады один для блесков и вот наверно поближе здесь контейнер будет на то от чего я избавлюсь но как избавлюсь то что просрочно я выкину а то что в хорошем состоянии мне просто не подошло я предложу близким подружкам которым возможно этот цвет или этот блеск помада подойдут наверное сделаю так приготовила я тут уже не целярку ватные диски полотенчика ну давайте приступим чтобы было вам не скучно я наверное буду показывать еще и сводчи по пути для тех кому это интересно совсем недавний подарок для меня от рефлей вот такая помада я буду показывать еще и вот то что здесь написано потому что кому-то может быть это интересно и для кого-то цвет подойдет и захотят девочки купить эту помаду однозначно я оставляю она такая красивая она мне очень-очень идет в этом ролике я не буду говорить кто что мне прислал но заранее хочу девчонкам сказать огромнейшее огромнейшее спасибо за то что вы присылали мне даже декоративные средства потому что декоративку решится послать в подарок это огромный огромный риск вот такая красота это однозначно остается у меня я ее обожаю вот еще одна любимочка это 255 номер это от мэйбеллинг какая-то очень яркая у них такая коллекция посолить она прямо вся такая неоновая я не буду торопиться с этим роликом лучше я сниму две три части а то у меня как раз дефицит был общение пока я молчала и только кашляла я хоть пока на общаюсь они в чем-то схожи но оттенки разные видите есть схожесть как бы обе можно сказать сиреневые но они такие нежные они так прямо светятся у нас городе я не видела вот эту линейку я ее поискала но не нашла а так вот еще пару оттенков бы с удовольствием взяла уж больно они красивые и это та текстура которая мне очень-очень идет кто-то считает перламутр пошлым мне не идут матовые помады мне идут перламутровые поэтому для меня это вау так вот тут не от стеллари попадается помада я ее покупала сама совсем недавно устилере есть разные помады есть и матовые и тоже перламутровые и с шиммером разные это вот такая как глянцевая достаточно плотно ложится красиво это однозначно я тоже оставляю просто вам показываю цвет и текстуру стеллари я полюбила совсем недавно я с ними познакомилась и осталась ими довольно где-то было еще наверно так навскидку быстро то я а вот наверно нашла да вот вторая она уже немножко другая идет оттенок 30 но воздушный поцелуй называется вот она уже идет с блестками смотрите вот видите их видно тут блестки чувствительные они не они мелкие но вот иногда я их все равно на губах чуть-чуть чувствую мне это совсем не мешает все равно мне остается с ними комфортно они не такие огромные мелкие но они тем не менее есть вот видно даже наверное вот на стыке что они такие как сара пушечки небольшие чуть-чуть есть тоже красиво это опять же мой любимый такой вот если взять первую вторую четвертую то это разные разновидности сиреневого цвета они мне идут поэтому я их люблю дальше давайте вам покажу вот эти две малышки любимки мои которые мне приехали в подарок тоже это так сейчас вам покажу вот здесь написано это от clorans это замечательнейший подарок первое идет такой оригинальный пробник в 0 7 оттенке вот здесь видно какой цвет это я вам показываю то что однозначно у меня сейчас подождите мы с вами пять частей снимем и все я оставлю ну нет шучу просто сверху конечно лежат те помады которые мне очень нравятся и которые только что пришли недавно были в последних косметичках месяца и конечно они носибельные будем получать с вами удовольствие и просто разглядывать цвета сводч я могу вот такие ролики смотреть часами и 705 оттенок вторая тоже от стеллари ой вообще такая красоте и как я их люблю одни стеллари оa clorans я могу оговариваться ошибаться потому что думаешь об одном как бы думаешь наперед и говоришь с отставанием поэтому бывает и сбиваемся вот они такие тоже видно да разные видимо разные серии потому что одна более блестящая такая вторая более такая вот уже деловая такие две малышки обожаемые мною так наверное я сейчас попробую найти вот эти три любимки вот они новинки от эйвон которые уже получают свои заслуженные хвалебные оды по всему ютубу эйвон молодцы создали очень замечательную коллекцию в этой коллекции я не помню около десяти оттенков это новинки они в районе 300 рублей по каталогу стоят и давайте вот все три по очереди мы с вами сейчас посмотрим я так поставлю это есть естественно но все остается со мной хочу на них обратить особое внимание кому понравится то ищите в каталогах в эйвон эти помады достойны вот такие они оригинальные я в ролике в последнем по ускала что с разводами и там кто-то надо мной посмеялся ну назовите по-другому как называется вот этот вот градиент в помадах вот такой вот цвет сразу ложится плотно красиво на губах лежит отлично никуда никак не девается увлажнение дает губы красивые прямо вообще вау тут прямо только можно петь и петь о дух волы второй оттенок так называется я взяла три еще поглядываю на 1 4 там нюдовый есть но он тоже вот видите тоже такими переливами уж я не знаю слова разводы то говорить вот так вот второй оттенок и даже сводчи делаю пожирнее что было красиво вот вторая тоже плотная красивая на губах лежит точно также вау хорошо и третий оттенок вот так называется и давайте его тоже посмотрим вот он какой нарисуем его вот здесь все три ярких достаточно вечернее освещение от лампочки может быть в какой-то мере кажутся они идентичные но поверьте это не так цвета разные на губах смотрятся по-разному все-таки в этой линейке как я сказала не более 10 оттенков и поэтому три из них одинаковыми быть просто не могут может быть чуть-чуть искажается конечно камера цветопередача но у меня цель все такими с помадами сильно знакомить у нас такая поболтушка давайте еще раз покажу вот то что у меня однозначно остается и стираю я эти сводчи и переходим к следующим может быть буду чуть-чуть подкашливать прошу заранее прощения потому что очень трудно так вижу два карандашика от мэри кэй это карандаши помады оттенки у них так сейчас я найду первый вот такой оттенок очень люблю вот этот я уже точила точила не один раз это такой плотный сиреневый красивый цвет на губах и ведет себя отлично смотрится хорошо люблю вот этот я еще не носила потому что я хочу его начать в летнее время уже на легкий хотя бы загар такая вот потому что здесь идет оттенок в персик уходящий на камере мне кажется немножко вот ну вот в стике в персик действительно в рыжинку на сводчи кажется в розовый но нет все таки это персиковый оттенок подтверждение тому они здесь не написано что персик далее что тут еще так быстренько то найти схватить но из карандашей давайте я вам покажу от иван вот эту помаду это помада мной была куплена по сводчу вот так называется оттенок вроде бы она что-то со стойкостью там обещано было цвет на первый взгляд красивый он таким достаточно красным цветом ложится сочным рот но не красного сочно розовый скорее вот так вот этот цвет мне не идет совершенно это новая помада я ее не так давно покупала вот она полный стик раза два много до согласиться выдвигается много раза два я ее попыталась накрасить на губы оба раза закончилась тем что я ее стерла поэтому это первый кто у нас уходит из нашей косметички так ну вот давайте попробую я еще вот эти достать где-то еще одна была такая же это от мэйбеллин тоже такие две красненькие у меня где-то есть хотелось бы конечно сразу ну ладно давайте вот это покажу тоже от мэйбеллин те еще пока поищем вот такая интересная ну как дизайн интересный дизайн и давайте номер посмотрим я не знаю как называется сама серия номер 705 нравится мне так фокус тоже это было в подарок помада такая посмотрите какая интересная кисточка или спонж можно назвать ложится полупрозрачно на губы как блеск вот такая легкий когда вот яркие глазки и нужно не обращать внимание особо на губы то вообще супер смотрится супер у кого пигмент губ красивый свой у меня он почти бесцветный то это будет на губах помада смотрится очень красиво ну или блеска я не знаю но я отнесу к помадам вот далее хочу показать вот тоже раз и где-то вторая такая же вот нашла вот эти две помады я брала в фикс прайсе это китайские насколько я поняла помады вот так они смотрят вот раз посмотрите интересно они были в слюде так как вот они такие красивые они были в слюде и я выбирала цвет вот по этим вот окошком ну давайте посмотрим что это за помады так где цвет цвет где-то был в номере так вот вижу 12 до оттенок 12 давайте вот так сравнивать смотрите видите даже мне кажется и как бы камера не искажала прекрасно видно что цвет не соответствует тому что я вижу поэтому чуть-чуть я тут ошиблась так вот она такая я ее оставлю пока вот здесь открытый и сейчас посмотрим вторую одна из них вообще мне не подходит одна ничего оттенок 16 во второй уже вот так цвет идет заявленный и давайте их сравним но тоже видите выбирала по окошечку некоторые пишут потом зачем тебе столько ну потому что помада это то что часто ошибаешься покупать одну помаду и ей только пользоваться я не люблю да вот эту я оставляю первую она мне более-менее подходит она такая с перламутровым немножко оттенком вот это более яркая такая розово не знаю розово-красная что ли вот она мне не подходит поэтому вот это я расстаюсь помада свежая новая они кстати чуть-чуть совсем чуть-чуть но подсушивали губы для меня это не критично но тем не менее это так вот нашла вторую откопала от мэйбелин две помады однако мне приезжала в подарок вторую я купила сама лично видно по вот этим вот бирочкам что одна идет с блесточками с шиммером вторая идет такая как матовая но она нет не матовая на увлажнение дает вот такой вот цвет 173 номер ложится плотно красиво вот так на губы однозначно она остается не часто я и пользуюсь но я ее нежно нежно люблю сюда и и вторая сто семьдесят восьмой номер я ее покупала сама вот такая она уже яркая красивая тоже еще мало пользовалась легко наносится красиво так ложится на губах но видно что цвет один из моих любимых то есть все равно видно что цвет мой так задвигаем и закрываем далее что тут по-быстрому тоже найти но давайте вот эти люксовские посмотрим сейчас я попробую найти у меня кажется три штуки или четыре как три нашла от люкс да наверно 3 потому что так быстро не найти но хорошо давайте эти три смотреть первая помада от люкс но свечивает вот 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 такой оттенок и вот такой я их тоже оставлю пока открытыми потому что буду сейчас кажется от одной избавляться могу ошибаться но сейчас посмотрим вторая идет вот в таком оттенке они будут рядом одна под другой вторая и третья вторая и третья вот она мне не очень идет но вы знаете когда глаза яркие мне нравится макияж с этой помадой это однозначно остается со мной пока пока я буду а вот эти две первую я оставляю а вторую скорее всего расстаюсь так давайте их поближе еще раз посмотрю вот так они смотрятся вот так они смотрятся первое это вот это наверно а вторая вот это да вот со второй я расстаюсь потому что она мне не подходит а эту в розовинку я оставляю пусть будет вот разобралась все таки вот это мне ближе сейчас мне кто-нибудь напишет что света так ты же все второстепенные как бы знаете основной цвет который тебе идет оставила да а все остальное удалила но на самом деле мне совершенно не идут оттенки которые и уходят в рыжинку есть персиковые оттенки которые мне на загар идут я их оставляю а вот рыжие красные какие-то оттенки тут вообще полный промах поэтому если есть какой-то такой вот намек на такой цвет то я расстаюсь поэтому будем смело с ними прощаться так от фаберлик у меня есть вот такая это подарок сейчас уже фаберлик не выпускает такие помады очень жаль они интересны тем что смотрите кисточка идет в колпачке потом откручиваете и так сейчас я и там набираете помаду это помада красиво ложится на губы ровно аккуратно она хорошо распределяется вот вот такой вот у меня был подарок который со мной остается мне нравится цвет меня устраивает помада она мне нравится пахнет она очень вкусно поэтому она со мной вот здесь вот такая ну и она отличается от некоторых других она мне нравится дальше я не знаю сколько времени я уже потратила но давайте еще немножко мы посмотрим в этой части а потом наверное я начну следующую часть так вот я думаю давайте вот эту я вам покажу это была лимитированная такая красивая ну лимитка да помада лимитки у меня несколько штук две по моему осталось это первая из них они полу глянцевые на губы ложатся красиво нежно на лето действительно очень хорошо очень красиво она у меня продолжает оставаться вот где-то еще должна быть такая же надеюсь я не раздражаю что я тут громыхаю потихонечку контейнером может быть стоило только сверху брать но мне хочется вот находить ну ладно давайте еще вот эту покажу тоже была серия eye to eye это помада которая мне нравится она у меня регулярно в косметичку месяца попадает не показываю цвет потому что их сейчас нет в каталоге ну наверняка есть в фаберлике уже что-то идентичное в какой-то серии просто я еще не встретила вот она такая красивая остается называлась она как-то связана с шоколадом мне очень-очень нравится так это помада the one от oriflame надеюсь я не путаю так вверх ногами нет кто видит я ничего не вижу вот так наверно называется я очень люблю эти помады вот так смотрится вот такой цвет тоже вот я могу сказать про этот цвет что он в целом не совсем мой но он носибельный для меня то есть я ей не часто то есть она испортится все еще в стике что-то будет я ей не часто пользуюсь но тем не менее она время от времени мне очень нужна вот какой-то определенный макияж поэтому сказать что она мне совсем не идет нет поэтому остается со мной от Mary Kay раз нет вот он мимо где-то еще были от Mary Kay такие футлярчики я кстати не все захватила наверное у меня еще в сумке кто-то лежит но я тоже во второй части там ревизию сделаю и принесу от Mary Kay две помады у меня сейчас в руку попали давайте их посмотрим обе являются подарками от подружки вот так называется первое очень интересно тут на стеклышко надавливаете пулька вылетает и вот такая вот она коричневенькая яркий красивый цвет вот такой нравится оставляем и вторая давайте посмотрим вот так оттенок вот тут коралловый яркий этот оттенок только для меня на лето не на каждый день вот это так на определенные определенные события вот такой ну красивый цвет красивый но на первый взгляд это не мое но на определенные опять же говорю когда лицо загорелы я такие помады летом использую давайте я вот эту покажу что у нас тут еще из подобного но наверное я не буду тут уже сильно копать давайте это наверное серия ультра да и тут с этими окошечками белая вставочка вот такое название это эйвен вот такой цвет розовый такой знаете розовый нюд на камеру более розовый но так нюдовый есть в ней а на камеру вообще я нюды не вижу совсем розовый это светлый розовый цвет симпатичная такая помада остается она совсем беспроблемная удобная остается со мной ну что ж может быть на этом мы остановимся первую часть или давайте я что-нибудь еще все таки выкину вот такая помада это тоже от фаберлик но оттенок не буду показывать их сейчас нет она у меня больше как память о цвете который мне очень шел когда мне было семнадцать лет вот такая красивая красивая в семнадцать лет это было вот прямо мое 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 но сейчас я от нее все таки избавлюсь потому что ну память памятью сроки годности никто не отменял поглядела я на нее два-три года и пора расставаться поэтому мы ее отправляем гулять так и еще что-нибудь сейчас я отправлю погулять из того что я думаю что сроки уже поджимают вот это вот у меня что я уже не помню давайте посмотрим тоже была серия такая фаберлик цвет так как вот тут щелкается вот такого цвета по-моему там семнадцатый какой номер то был сорок семь восемьдесят ну сейчас наверное есть идентичные какие-то цвета немножко суховато она как-то ложится вот так вот плотно эту помаду я отдам мне она не нравится как на губах ну как отдам я предложу надо не надо все что будет не надо близким я выкину а то что просрочено я выкину до того как предложу наверное вот так ну все давайте вот это что осталось мы оставим на вторую часть чтобы было как-то поинтереснее не все за раз а сейчас я с вами буду прощаться огромнейшее спасибо всем кто посетил мой канал кто скучал кто переживал и встретимся уже во второй части всем пока 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 не